Здравствуйте, Дмитрий. Добрый вечер. Здравствуйте, добрый вечер. Мы вот сейчас начали с раздрая в российском управлении, в раздрае в управлении публичных российских лиц в том плане, что мы вот не видим, например, Шойгу, и нам всячески пытаются доказать, что он существует на данном этапе, но его нет, и мы не до конца понимаем, как принимается решение, что вообще происходит. Вы как человек, который общались с большим количеством людей из окружения Путина, вы как человек, который реально, я не знаю, мне сложно вспомнить публичного человека в России, который не был у вас в гостях. Я, по-моему, смотрел все эти эфиры, к счастью, тогда было мирное время, и можно было от души смеяться над вашими искрометными шутками. Но как вот вы представляете сейчас российскую систему управления, есть ли у вас представление, думаете ли вы вообще об этом, или может быть вам это не очень интересно, значит, куда они все исчезли, и кто принимает решение о бомбежке украинских городов и всего остального? Вы знаете, то, что я не вижу Шойгу, это вообще прекрасно, эту рожу видеть лишний раз, отвратительную, мерзопакостную, рожу подонка и военного преступника нацистского, зачем мне ее видеть? Я бы и Путина сто лет не видел, и всех этих негодяев, которые его окружают. Это все клиенты будущего трибунала. Поэтому я бы вообще не заморачивался над тем, видно их, не видно их. Где-то они живут как мыши в норах, где-то сидят по бункерам своим. Это преступники, их ждет очень незавидное будущее. И я думаю, что не показываются они только лишь потому, что... А что показываться? Они собирались в течение двух-трех дней завоевать Украину. Прошел месяц. Украина не то, что не завоевана, Украина дает таких звездюлеем, что им приходится наверняка рассказывать Путину, почему они вообще сюда приперлись. Потому что они же его убеждали, что у нас великая армия несокрушимая и легендарная, что у нас такое вооружение прекрасное, что у нас такой патриотизм, что украинские вообще граждане будут хлебом с солью встречать нас на центральных площадях городов и говорить спасибо, что пришли освободители. А Украина ну просто героически держится, сбивает самолеты, подрывает бронетехнику, берет в плен огромное количество российских солдат, тысячи, и убивает тысячи российских солдат. Просто молотит их, как положено молотить. Уже более 15 тысяч перемолочено этой дряни, которая пришла к нам на нашу землю. Поэтому что Шойгу говорить, что ему Путину рассказывать, что они с Герасимовым разворовали армию, что они огромные миллиарды вообще тратили на себя, а не на вооружение, что у солдат российских бронежилетов картонные прокладки, что им рассказывать, что бронетехника, которую они пригнали к нам, это чистый фуфел, что это ржавая вообще какая-то техника, которая останавливается в полях и не заводится, что им Путину рассказывали. Российская армия оказалась мифом, блефом. Ничего этого нет. Все туфта, как и все в России. Это большая бензоколонка, это все туфта. России нет. России нет. По крайней мере сейчас для мира точно. Вот здесь я хотел бы вас спросить о некой грани, потому что, например, как сообщается, Владимир Зеленский просит, чтобы санкции против Абрамовича были не столь жестоки, поскольку он участвует в переговорах. И интересно, ваше отношение к условным перебежчикам. Есть Анатолий Чубайс, который еще публично ничего не сказал, но, судя по всему, из России свалил, со своего поста ушел и где-то в Турции пытается снять денег с банкомата, по крайней мере, как мы видели на видео. Есть у вас какое-то соображение, кого надо, не знаю, щадить, а кто все еще военный преступник, и его надо судить? Где для вас проходит эта грани, как вы относитесь к этому сами? Щадить надо тех, кто, как Евгений Чичваркин, в свое время уехал от произвола российских властей в тот же Лондон, все время критиковал российские власти Путина лично, являясь врагом Путина, будучи другом Украины, другом всего цивилизованного мира. Вот таких не надо трогать, как Евгений Чичваркин. А Чубайс что? Чубайс плоть от плоти путинского режима. Он Путина и привел, собственно говоря. Он все эти годы безбедно существовал, спокойно разворовывал российский бюджет, не протестовал против преступных действий российских властей. Сейчас запахло жареным, спустя месяц он решил чукнуть за границу, наверняка для того, чтобы спасти свои деньги, украденные из российского бюджета, которые хранятся за рубежом. Чем мне его жалеть? Чем мне его жалеть? Жалеть надо Бориса Немцова, который в сырой земле лежит. Вот его надо жалеть. Светлого человека, этого прекрасного. Жалеть надо Навального, который сидит в тюрьме, сам приехал и сел. Герой. Герой. Вот его надо жалеть. Жалеть Чубайса с какого перепуга? Жалеть Абрамовича? Так это все путинские кошельки. Это плоть от плоти Путина. И поэтому они для меня все одинаковые, российские олигархи. Это люди, у которых хранились путинские деньги. Это люди, которые являются соучастниками преступлений путинского режима. Чем мне их жалеть? Я жалею детей, которые погибли во время этой войны. Я жалею стариков, женщин. Воинов наших жалею. А этих долбодятлов, чем мне жалеть? Ну, сложно найти в этой студии кого-то, кто будет как-то пытаться защищать Анатолия Чубайса или других путинских кошельков. Но, тем не менее, Дмитрий упомянул Абрамовича, которого тоже не стоит жалеть. Но, тем не менее, он вовлечен в переговорный процесс. Насколько мы понимаем теперь, гораздо глубже, чем... Я скажу, что я понимаю, вовлечен в переговорный процесс. Расскажите, очень интересно. Спасая свою жопу, а именно свои деньги, которые находятся в Великобритании, он решил вовлечься в переговорный процесс. Где он был раньше? Где он раньше был? Как в песне, помните, пелось? Где ты раньше был, целовался с кем? Раньше он был в Лондоне, управлял клубом Челси. Еще раньше он был губернатором целого региона российского. И его абсолютно не смущало то, что приходится на стороне покупать Путину яхты, строить Путину дворцы. И схема Абрамовича была рабочей до последнего момента. Я повторяю, мне жалко убитых украинцев. Всех до одного. Мне жалко тех украинцев, которые сегодня лежат непохороненные, потому что негде хоронить и некому. Прямо по улицам Мариуполя и Чернигова, которые лежат, трупы. Вот этих людей мне жалко. А этих чего мне жалеть? Тут с вами сложно не согласиться. Расскажите, пожалуйста, про месяц этой войны. Вот сегодня ровно месяц, как Владимир Путин напал на Украину, как российская армия начала бомбить украинские города. Сегодня месяц того момента, как изменился мир, изменилось все, как Путин решил уничтожить три страны сразу. Украину, Россию и Беларусь. И, конечно, основной удар сейчас пришелся на Украину. Что для вас был этот месяц? Что поменялось в вашей жизни? Что поменялось в вашем мироощущении? Поменялась сама жизнь, поменялось мироощущение, поменялось понимание, как важна каждая минута, когда ты жив, когда живы твои близкие. Страшный месяц, самый страшный месяц в моей жизни. В моей жизни было немало потрясений, но такого потрясения не было никогда. Месяц, когда ты находишься в состоянии от эйфории к слезе, и от слезы к эйфории. Как только ты видишь очередные жертвы, у тебя слезы. Как только ты видишь подбитые русские танки, или взятых в плен русских солдат, или уничтоженных русских солдат, у тебя эйфория. Это исторический месяц. Вообще, все, что происходит сейчас с нами, это уже история. Это ужасное преступление Путина и путинского режима против человечности. Я изучал когда-то историю Второй мировой войны. Я никогда не мог представить, что все, что я изучал, повторится при мне, на моих глазах. Когда мне рассказывает мэр осажденного Чернигова, Владислава Трошенко, мой друг, интервью с которым сегодня вот как раз сейчас выходит, у меня на ютуб-каналах, когда он говорит, как российские самолеты с расстояния 150 метров, с высоты 150 метров, сбрасывают сознательно бомбы на жилые кварталы. Когда я вижу, как российская авиация бомбит детские садики, школы, роддома. Это, слушайте, это ужасно, это 21 век, обезумевшие фашисты, обезумевшие просто. Что они хотят? Они хотели покорить Украину всю, завоевать ее, у них это не вышло. Теперь они хотят ее уничтожить, стереть с лица земли. Как, знаете, как Вателло, так не доставайся, что никому. Ужасное преступление. Этот Путин, оголтелый зверь, фашист. Я понимаю, почему они буквы «З» сделали на танках своих и на технике. Это звери, звери, нацисты. Это та же свастика, только видоизмененная, другая свастика. Я понимаю, что не только фашист Путин, это фашистская страна. Россия фашистская страна. Если 80% россиян поддерживают этого подонка в том, что он творит с Украиной, ну, ребята, фашистская Россия. А вы, Дмитрий, верите, что это 80%? Потому что, я объясню свой вопрос, вы же говорили, не знаю, почти со всеми публичными россиянами, а причем от банкиров, бывших Путина, до там Фейса и Марьяны Ро. Ну, то есть, буквально весь спектр, все профессии, все поколения. Вам кажется, действительно, там, 80% людей поддерживающих убийство других людей? Вы знаете, и кажется, и не кажется. Я пытаюсь быть справедливым и рассудительным. Я понимаю, что Россия большая, и в России есть разные люди, и многие запуганы и боятся говорить то, что они думают. Я это понимаю. Но я, с другой стороны, хорошо знаю Россию, россиян, я много ездил в России, бывал часто. Вот этот шовинизм и имперское такое ощущение реальности у россиян очень велико. И когда-то Михаил Михайлович Жванецкий, с которым мне много-много раз пришлось встречаться, он мне сказал, ты знаешь, какие они? Вот пусть в болотах сидим, пусть жрать нечего. Ну, вот наши ракеты самые дальние. И мы этих пиндосов расхерящим. И все равно величие будет у нас. И ради этого величия голодать готовы. Вот все, лишь бы великая Россия. Даешь великую Россию. К сожалению, это очень распространенное явление. Я даже смотрю, слушайте, на артистов. На артистов смотрю. Володя Машков. Ты ж такой классный актер. Ты ж человек хороший. Мне с ним приходилось встречаться. Ты ж вроде нормальный парень. Как же ты можешь принимать участие в этом шабаше в Гружниках? Как ты можешь поддерживать убийство украинцев? За что? Что тебе плохого украинца сделает? Ты ж не дурак. Но он же это делает. Там, я не знаю, эти уроды Газманов, подонок. Этот Расторгуев, подонок. Эти Гагарины всякие, на чей эту фамилию забыл, Чечевины чертовы эти, это Валерия Скотская, Пригожин этот негодяй, этот Стас Михайлов, это армада нечисти, которая поддерживает убийство детей. Они же не понимают, когда мы победим, хотя мы уже победили, но когда мы доведем все до победной точки, когда мы поставим победную точку, их же всех судить будут. Всех этих негодяев Соловьева, Скобееву, Попова, Дмитрия Киселева, Киасаяна, Симоньян, всю эту Шушеру, всех будут судить. Всех. И никто не увернется. И никто не скажет, мы не знали, или мы как-то не так понимали. С нетерпением ждем этого момента. Кто вас больше всего разочаровал? Есть ли у вас вот прям... Я вот слышал это у вас в голосе про Машкова, например. Есть ли еще такие люди, от которых вы прям не ожидали? Слушайте, ну Машков, ну Машков, ну он же прекрасный актер, я так любил его фильмы, ну ликвидация снималась на моих глазах в Одессе, ну такой же парень нормальный, черт побег, как ты мог оказаться в этой компании подонков, хочется мне задать вопрос, ну как? Ну ладно, Певцов, ну видно дебил, по лицу видно, и то, что он говорит, речи дебильные. Ну Машков-то не дебил, зачем он так себя ведет, почему они так размениваются, почему многие мэтры, я не хочу сейчас называть фамилии, почему они так себя ведут. Я же подписан на многих российских актеров в Инстаграме. А почему не хотите называть фамилии? Ну давайте я назову фамилии. Ну слушайте, я подписан на многих российских актеров в Инстаграме. У нас стирают с лица земли города, у нас детей убивают и женщин, у нас по роддомам стреляют. Они постят, как ни в чем не бывало, свои новые наряды и поздравления друг к другу с днями рождения. Игорь Николаев, потом этот, боже, чтобы я не соврал, ну вот таких много их, много, постят всякую херню в такой момент. Вы хоть молчите, хоть лучше молчать. Иногда лучше жевать, чем говорить. Молчите хоть. Ну не можете поддержать. Я же не требую от вас поддержить. Я понимаю. У вас недвижимость, собственность, вы боитесь. Я все понимаю. Ну хоть молчите. Дмитрий, а вы смотрели... Они свои поганые рты открывают. Простите, что я вас перебила. Чтобы далеко не уходить от Машкова, вы видели дочь Машкова, Мария, дала интервью телеканалу CNN, где она рассказала, что ее отец буквально от нее отрекся, что он ей сказал. Назвал ее предательницей, сказал срочно приезжать обратно в Россию. Она живет в Лос-Анджелесе. И бороться с нацистами украинскими. Естественно, Мария этого не сделала. И там произошел... Отец отрекся от ребенка. Это настолько глубоко проходит. Но они там конченые. Вы знаете, они конченые. Я же смотрю, что мне пишут тоже... У меня миллионы подписчиков в соцсетях разных. Я смотрю, что они пишут в комментарии там и уважаемые люди. Ну, конченые люди. Конченые. Это фашистская Германия дубль два. Вместо Гитлера Путин. Вместо Риббентропа Лавров. Вместо Геббельса Соловьевса Скобеева. Вы, кстати, знаете, что Скобеева это мужчина? В каком смысле? А вы не знали в прямом? Скобеева это мужчина. Все думали женщина. Как бы не так. Ну, не любим мы ее не за это. Скажите, пожалуйста, вы сравниваете с Гитлером и вполне заслуженно. Мне кажется, вот, ну, в 2022... Да, до 2022 года многие сравнивали Владимира Путина с Гитлером. Говорили про нацистскую Германию. Говорили про 1937 год. И над ними подсмеивались. Называли там Демшиза. И вот это вот все в 2022 году, наверное, посмеиваются над теми, кто так не считает, потому что, ну, сходство очевидно. В его речи накануне объявления войны, в формулировках, в этой свастике, в которой они выкладывают детей буквально. Чистая фашиста. Абсолютно. То есть, абсолютно эстетика. Вы, например, пять часов, больше пяти часов говорили с банкиром Пугачева. Вы, Бугачевым, вы говорили со многими другими людьми из окружения Путина. У вас есть понимание, что в голове у этого человека? Ну, хотя бы примерно. Потому что, ну, вот, он же рос, наверное, на тех же фильмах и книгах, что и вы. Ну, может быть, да, там, чуть-чуть в обратку, но тем не менее. То есть, у него должны быть какие-то похожие на наши с вами человеческие, независимо от того, где мы с вами расходимся, там, взгляды. Что, вот, там, не знаю, нацизм это плохо, убивать людей это плохо, что есть добро, есть зло. То есть, вот, вот как устроен Владимир Путин по вашему представлению, что вот он сейчас готов не только, там, убивать чужих граждан, убивать своих граждан, обрекать страну на полное уничтожение, включая себя и свое окружение. Есть у вас понимание, как это работает? Вы знаете, еще 15 лет назад мне все о Путине рассказали Борис Березовский в интервью, Валерия Новодворская и Борис Немцов. Они дали очень точную характеристику Путина, но, помимо этого, я знаю много о Путине, исходя из моих долгих бесед с теми, кто его хорошо знает, не для Ютуба. Долгие застольные беседы, когда мы сидим, спокойно общаемся, начиная от украинских президентов, заканчивая его ближайшими друзьями, Путина друзьями. Я прекрасно понимаю, что это за человек. Это очень советский человек, который всем и родом из детства. У него было тяжелое детство. Я не хочу палить одного человека, который мне рассказывал красотечивый случай, как Саакашвили ему говорит. Этот человек грузин по национальности, Саакашвили говорю, Путин ему говорит, этот человек грузин по национальности, он ему говорит, вот вы, грузины, всегда сидели в ресторане Астория, драли наших девок, а я голодный проходил мимо ресторана, это вы смотрел на вас, как вы пируете с нашими девками ленинградскими. Вот это Путин. Это человек ущербный, с большим количеством комплексов, низкий рост, маленькое продвижение по службе, неудачная карьера в разведке, плешивый, мышавый, который волей случая стал властителем судеб. Такие люди обычно, они мстительные, они хорошо все запоминают, и 22 года находиться у власти нельзя, противопоказано, у людей крышу сносят, и у него снесло крышу. Вот он себе решил, что Украина, которую он никогда не понимал, вот она должна ему подчиниться, и все, должна подчиниться, потому что я великий, потому что у меня великая страна, потому что у меня есть миссия историческая, воссоединить Советский Союз, возобновить это порочное формирование государственное. Ну и он решил, что должен покорить Украину, и его соратники сказали, да, 2-3 дня это реально сделать. Ну, вяз, раз не получается, у него нет пути назад. Путь назад это выстрел из револьвера в висок, или отравления от соратников. Про путь назад, реально, какие выходы вы видите? Ну, то есть, вот для Путина, например. Стреляться. Мы же видим, нет, ну подожди, стреляться. Ты рассказала нам на неделе, что у Владимира Путина яхта за 75 миллиардов долларов. Мы знаем, ты рассказала нам в прошлом году, что у Путина дворец за 100 миллиардов долларов со стриптиз шестом, где там, то ли, яхта за 75 миллиардов долларов невозможна, за 750 миллионов, скорее всего. Нет, за 750 миллионов долларов и 75 миллиардов рублей. простите, пожалуйста. А это другое дело. Да, поскольку рубль перестал быть валютой, уже все смешалось. И вот, ну, этот человек, последнее, что он сделает, да, это пустит пулю себе в висок. Он, очевидно, жадный до денег, жадный до власти, закомплексованный, как вы сказали. Он КГБшник. Ну, то есть, это такой трус, который получил в какой-то момент полномочия и деньги. То есть, мы убираем, к сожалению, моему великому, вариант с револьвером и всем остальным. Также в стороне мы оставляем вариант с тромбом, который внезапно появится, потому что мы не можем оказать на это влияние. Но какие возможны дальнейшие варианты вот ему, на ваш взгляд, и, ну, потому что мы же хотим, чтобы это все разрешилось, ну, не знаю, завтра, чтобы завтра эта ужасная чудовищная война прекратилась. Что бы вы ему посоветовали, если можно, цензурно? Вы сказали, что, какой выход? Я дружил с Михаилом Задорновым, у нас были разные взгляды, но он был безумно интересным человеком, и он мне однажды сказал, единственный правильный лозунг, у нас на всех станциях метро висит, выхода нет. У Путина нет выхода. Его нет вообще. То есть, давайте представим, ну, что Россия в плачевном состоянии окажется через, пару недель, буквально. Что ему? Вывести войска из Украины и сказать, все, спецоперация завершена, ну, его россияне растерзают, сказать, а за что наши мальчики погибли? А почему у нас такие цены? А почему санкции? А как? А что ты вывел войска? Надо же раздолбать эту хохляндию, надо же этих бандеровцев уже к ногтю место им показать. То есть, выйти из Украины для него не выход. Покорить Украину он не может. Ядерное оружие сбросить, да Америка разнесет к чертовой матери всю Россию в считанные минуты. Это он может перед своими рассказывать, что я там Америку, ядерное оружие. Ну, просто люди не понимают, наверное, что такое военный бюджет Соединенных Штатов и возможности военной Соединенных Штатов. Вы знаете, мне довелось общаться немало с Сергеем Никитичем Хрущевым, сыном Никиты Сергеевича Хрущева. Он много интересных вещей мне рассказывал. Он с отцом очень плотно общался, он мемуары написал и записывал мемуары Никиты Сергеевича, которого отставили, скажем так. Он мне рассказал интересный момент, когда был Карибский кризис, когда мир висел на волоске. 62-й, по-моему, год, когда Советский Союз разместил на Кубе ракеты направленной на Соединенные Штаты. И Хрущев говорил, да мы сейчас их сотрем в порошок и так далее. К нему просто пришли советские маршалы и сказали, Никита Сергеевич, ну, воевать нечем. Вы что, там мощь такая, да они нас вообще уничтожат быстрее, чем мы успеем сказать, что мы вас сейчас призовем к ответу. Ну, нам тягаться с ними нельзя. Надо что-то делать. Хрущев быстро отправил Анастаса Ивановича Микояна к Кеннеди в Белый дом. И Сергей Никитич Хрущев мне сказал, когда мир висел на волоске, когда люди дрожали во всех уголках земного шара от того, что сейчас начнется ядерная война, Микоян и Кеннеди пили виски в овальном кабинете Белого дома и понимали, что сейчас Советский Союз отползет. Соединенные Штаты покажут, типа, что они тоже что-то сделали для Советского Союза. На этом дело закончится. Так и закончилось. Поэтому в ядерную войну я не верю. Человек, который на расстоянии 7 метров или 8 метров держит от себя визави во время переговоров, он очень не хочет заболеть коронавирусом, а значит, он очень хочет жить. Тем более, что у него дворцы яхты есть, ему жить хочется. И в то, что он отправит весь белый свет, включая себя, своих детей и близких к чертовой матери, мне в это не верится. Кроме того, я думаю, ржавые ядерные ракеты российские просто не взлетят. Не потому, что ржавые, а потому, что никто не нажмет на кнопку. Вот про этих людей, которые нажимают на кнопки или, может быть, пользуются табакерками, шарфиками или какими-нибудь еще средствами. Как раз, на ваш взгляд, вот этот пропавший со всех радаров Шойгу или, может быть, кто-нибудь еще из окружения Путина. Антона Вайна сегодня не было видно в этих кадрах с якобы Совбеза. Кто-то из них мог бы, во-первых, сказать Путину правду, что, Владимир Владимирович, у нас, ну, все оружие разворовали, у нас, как бы, войск нет, возможности не только победить, а хотя бы удерживать позиции в этой войне. А во-вторых, ну, соответственно, отговорить от этой операции или, в-третьих, может быть, скажем так, сделать так, чтобы Владимир Путин больше не был проблемой ни для них, ни для всего мира. Я думаю, что ситуация зашла в такой глухой угол, в такой тупик, что человека, который может Путину сказать не то, что Путин хочет слышать, а то, что есть на самом деле, рядом с ним нет. Говорят, что самые близкие к Путину люди это Ковальчук, это его друзья, там, Ротенберг и так далее, Тимченко. Я не знаю, насколько они могут сказать Путину то, что он хочет, то, что он не хочет услышать, а то, что является правдой. Я не знаю, насколько готовы это сказать Шайгулов, Ров, Герасимов. Я посмотрел заседание Совета Безопасности России, которое шло как бы в открытом эфире. Мы-то знаем, что оно было записано заранее. Это вот то первое, которое в самом начале. Первое, первое, да, когда они решали поддержать ли, признать ли Ордло, да, но слушайте, это не Совет Безопасности России, это стадо баранов. Стадо баранов, перепуганных, клацающих зубами, с дрожащими руками, просто стадо. Глаза бы мы этого не видели. Это ужасно, то, что мы это увидели. Я-то раньше думал, что в России наверняка подготовленные кадры. Ну, посмотреть на эту свинью Матвиенко или на этого убогого Нарышкина, ну, это ужасно, слушайте. Это руководство России, страны, которая считает себя великой. Кошмар, позор. А почему произошло это вырождение? Вот я вчера обсуждал с одним своим знакомым, тоже, мы вот смотрели на украинских политиков и публичных людей. Да, там, у вас там были дрязги разные, у вас тоже были разные мнения, конфликты, но случилась война, во-первых, все объединились тут же, во-вторых, ну, сколько мощных вот прям людей, которые выступают. Вы, Зеленский, Арестович, Ким, да, который вот, глава Николаева. Ну, вот просто люди, которые публично там берут и выступают. В России в это время Дмитрий Рогозин пишет в Твиттере, значит, что у человека аватарка, как будто он иной сексуальной ориентацией. Это, видимо, ну, в мыслях Рогозина какое-то невероятное, невероятное достижение, что он уел прям человека. Или мы там смотрим на, я не знаю, да, а кто у нас остался-то в публичном поле? Мединский сегодня отличился. Да, Владимира Шашловича Мединского. Уроженец Украины, уроженец Черкасской области, Мединский. И Матвиенко из Украины тоже, Матвиенко из Шепетовки, конечно. Я, как сейчас помню, как меня с ней знакомил Виктор Степанович Черномердин. Мы дружили с Виктором Степановичем. Светлая память. Он был выдающийся человек в моем понимании. Семь лет он был послом в Украине. Какое-то награждение было, церемония. И приехала Матвиенко. Он ее ко мне подводит, говорит, ты, Дима, это Валька. Валька. Это Дима. Он Валька. Вот такой Валька. Все как надо. Вы знаете, у нее кличка была Валька Стакан. Она любила выпить, насколько мне рассказывали. Может, и сейчас любит. Ей вообще надо заливаться уже водкой, потому что то, что они наворотили и в чем она принимала участие лично, то я не знаю, что ей остается делать. Вы знаете, отрицательная селекция. Вы совершенно правильно сказали. Я об этом говорю постоянно. Чистое вырождение. Иначе и быть не могло. Вы понимаете, если вы возьмете историю Советского Союза, это история геноцида власти против собственного народа. Миллионы жертв, миллионы самых лучших. Смотрите, гражданская война, миллионы погибших, коллективизация, миллионы погибших, голодомор, 9 миллионов умерли, сука, тупо от голода на самых плодородных землях. Это же надо так было постараться. 37-й год, репрессии, миллионы опять, 41-й, 45-й, война, миллионы, миллионы, миллионы самых лучших, кто первыми уходил в бой. Самые лучшие, как правило. Потом опять репрессии. А сколько в лагерях сгнило, а сколько выкинули за границу, а сколько уехали сами. Ну что вы хотите от этой страны, если так лучшие пропадали, оставались худшие, худшие рождали себе подобных, рассказывали им, как жить, учили жизни, воспитывали. Ну все, результат отрицательной селекции. Что мы хотели? Спасибо большое. Я вам честно скажу, задержались с вами чуть дольше, чем планировали, потому что перестать с вами говорить практически невозможно. Очень уж интересно. Будем надеяться, что эта война как может скорее закончится, и мы сможем с вами поговорить. Вы знаете, спасибо вам. Я могу только сказать, что я позавчера получил орден. У меня никогда не было орденов. Позавчера я получил орден, самый главный орден в своей жизни, и, ну, которым можно просто гордиться. Следственный комитет Российской Федерации открыл против меня уголовное дело сразу по трем статьям. Я счастлив этому факту. Я желаю Следственному комитету поскорее поучаствовать в будущем Нюрнбергском процессе. Естественно, на скамье подсудимых, где они встретятся с Путиным, Лавровым, Шойгу, Герасимовым и прочей этой бандой оголтелых нацистов, которые развязали войну против ни в чем не повинного народа. Чтобы они все поздыхали, желаю я. Прекрасно вас понимаю. Спасибо большое. Журналист Дмитрий Гордон был с нами на связи. Субтитры создавал DimaTorzok